Замечания у вас есть по уборке снега в городе? Ну так нет. Потому что мы тоже смотрим, ездим, смотрим. Ну вроде бы вот здесь трактор прошёл. По два раза. По два раза, да. С шести утра, а в период снегопада ещё и раньше, стражи порядка и чистоты выходят в наши дворы на борьбу со стихией. В период обильных осадков к людям присоединяется и техника. Сегодня общественная палата Ивантеевки проверяет качество уборки дворов после вчерашнего снегопада. Должны быть расчищены подходы к подъездам, тротуары, внутридворовые проезды. Кроме того, тропинки и дорожки должны быть обработаны противогололёдной смесью. Во дворе на Толмачёвой-4 все эти условия выполнены. Мы должны убрать снег, который выпал в течение снегопада за 24 часа. Его уже должно быть всё чисто во дворе, все тротуары, проезды должны быть чистые. И увозим снег. До тротуаров и тротуары чистит управляющая компания, соответственно, выход из подъездов. А дворовые проезды у нас городское хозяйство чистит. Ну, я думаю, что оно справляется. Молодцы. После окончания снегопада управляющие компании должны очищать тротуары в течение двух часов. По истечении четырёх – внутридворовые проезды. А спустя сутки снег во дворах должен быть не просто убран, а вывезен. После вчерашнего снегопада третий РЭП задействовал для уборки территории 14 дворников и две единицы техники. Нарушение не было выявлено. То есть, всё убирается, трактор проходится, солью посыпается, песком посыпается, наледи не замечено. Конечно же, бывают такие территории, где мы, может, не досмотрели, не увидели. Поэтому жители просим обращаться в свои управляющие компании с жалобами. Если управляющая компания не реагирует, то, конечно же, обращайтесь к нам в общественную палату. Несмотря на почти плюсовую температуру и быстрое таяние снега, синоптики прогнозируют в ближайшее время новые снегопады. А это значит, что и работы у коммунальщиков прибавится. Зима в полной мере заявляет о своих правах. Людмила Ермакова, Владимир Безлепкин. Программа «День за днём». Программа «День за днём».